Приветствую всех друзей и подписчиков канала Автоэксперт. Кроссовер Чинган CS55 Plus получил в России одобрение типа транспортного средства. Документ позволяет компании начать продажи машины, а заодно раскрывает все ее характеристики. Лидерами российского рынка среди автомобилей из Китая на данный момент являются Хавейл, Черри и Джили. Это может подтвердить наш недавний обзор на статистику продаж автомобилей этих марок в России в 2021 году. Ссылку на данное видео вы можете увидеть у себя на экране или в описании под видео. То есть на данный момент Чинган не входит в топ-10 популярных в России китайских автомобилей. 2022 год может поменять статистику в пользу данного производителя. Поскольку на подходе к продажам такие кроссоверы как CS55 Plus и Unique в предыдущем году было много расхождений во мнениях насчет экспорта данных автомобилей на российский рынок и вот уже второй представитель Чинган скоро сможет быть замеченным на наших дорогах. Точные размеры новинки 4515х1865х1680мм при колесной базе 2652мм. То есть он практически остался в габаритах Чинган CS55, который лишь на 15 мм короче. Ширина и высота отличаются на 10, а межступенчатое расстояние увеличилось на 6 мм. Оснащаться автомобиль будет на нашем рынке полуторалитровым мотором с непосредственным впрыском. С солидной для такого объема мощностью 181 лошадиная сила. Это тот же двигатель, который компания ставит на кроссоверы Unity. Заправлять его можно даже 92м бензином. В связке с мотором робот 710 с двумя сцеплениями китайского производства. Привод безальтернативный передний. Обе подвески у модели независимые. Спереди Макферсон, сзади многорычажка. Все колеса с дисковыми тормозами. Стояночный тормоз электронный. Единственный доступный размер шин 225 на 55 R19. Список опций в ОТТС указан очень скромный. В нем обогрев и электропривод боковых зеркал. Электрические стеклоподъемники, кондиционер и, вернее, или климат-контроль. Скорее всего, Чинган CS55 Plus будет оснащен в России все-таки богаче. В Китае у него есть и круговой обзор и адаптивный круиз-контроль и даже система распознавания лица водителя. Но пока никакой другой информации на этот счет не поступало. Насколько можно понять, сначала компания все-таки выведет на рынок флагманский Юникей, а уже затем займется другими вопросами. Напомним, что Чинган CS55 Plus представили весной 2021 года на автосалоне в Шанхае. На местный рынок он вышел в августе. Кроссовер получил дизайн в новой корпоративной стилистике и слегка напоминает уменьшенный вариант Юникей. Еще больше сходства в салоне. Правда, и скошенный справа экран медиасистемы и блок приборки, установленный под самым лобовым стеклом у нового 55-го меньше размерами. Но это и понятно, поскольку сам кроссовер играет в другом классе. Длина Юникей 4865 мм. По уточненным данным, Чинган CS55 Plus в России будет оснащаться роботизированной трансмиссией 7DST с двумя сцеплениями. Судя по статистике предыдущего года, большей популярностью среди населения обладали кроссоверы стоимостью приблизительно до 2 миллионов 200 тысяч рублей. Будем надеяться, представительство Чинган сделает правильную оценку стоимости данного кроссовера. Нам хотелось бы уже в конце 2022 года услышать только положительные отзывы о нем. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, напишите в комментариях, что вы думаете о приезде этого кроссовера и каковы его шансы в борьбе за лидерство продаж среди китайцев в нашей стране. Не забудьте подписаться на канал, ведь уже завтра выйдет новое видео с очередной новостью из мира автоиндустрии. С вами был канал Автоэксперт. Всем пока!